Самая светлая Самая светлая на свете серое вещество. Вот, ежели взять у людей все эти мозговые извилины, только одного полушария, скажем, восточного, то вот получится расстояние от Земли до Меркурия. Да, но, конечно, приятно, что на этом пути есть и мои сантиметры, и миллиметры жены. Но, потому что ведь один Эйнштейн, он ведь погоды не делает. Ну, само собой, у него бы самого набралось этих извилин километров на сто. Но, конечно, тут кое-что бы добавили и Лев Толстой, и Ломоносов, и Штирлиц. А все остальное, это, да. Нет, это все рядовые, трудящиеся, я там, этот, Сидоров, ну, и жена его, Анна Петровна, ну, да. Вообще, знаешь, из этого расстояния бы ее вычесть бы надо. Ну, дело не в ней. Я повторяю, что одни Ломоносовы, они ведь погоды не делают. Ну, само собой, они все на свете изобретают и открывают. Они открывают, а мы иногда толком и закрыть-то не можем. Потому что ведь для того, чтобы все эти великие изобретения, они как-то освоить, это ведь тоже надо. Серое вещество иметь, будь здоров. Вот, взять электричество. Вспомним прошлые века. Ой, ведь топором брились. Топором, о, топором брились. При лучине писали. Слушай, при лучине писали. При лучине. Ну, что, что хорошего, можно написать при лучине. Что? Ну, разве что. Ну, Евгений Олегин. Ну, кандидатской-то не напишешь. Ну, ну. И потом, что это получается? Лифт не работает. Ну. Потому что этого-то нет. Ну. Ну, а, и потом, куда подниматься-то на нем? И потом, это, телевизор уже не включить, не во что. Ну, это, так что уже программа, а там, мир животных и лекция для алкоголиков уже. Слушай, этого-то нет. И вот у человечества рождается гений, скажем, Михаил Фарадей. И он изобретает вот это вот электричество. И говорит с широким массом, возьмите, люди, пользуйтесь. И массы ему отвечают, шайбу это. Спасибо, Миша, спасибо. И пользуются, и люстры горят, и телефона звонят, и тренебуса бегают. И под Новый год, по заявке телезрителей, голубой огонек показывают. Но народ не успокаивается. А все время думают, чтобы еще такое придумать. И я тоже не успокаиваюсь. А потому что за эти блага электричестве надо же уже... Вот. Так что в коридоре-то у меня висит черный ящик. А в нем колесико-то как психованное, все крутится. А цифрики-то все бегают, бегают, бегают. А зарплата у меня, я извиняюсь, соответственно, труду. Так что сами понимаете. Ну, я хоть и не Фарадей, но серое вещество у меня найти можно. Правда, от обида она у меня уже не серая, а черная. И вот эта черная, в смысле серая, уже борется с электричеством. И применяет правила буравчика. То есть у меня счетчик-то уже крутится не туда, а оттуда. И через неделю уже не я должен государству, а оно мне. Но я ему эти долги плащаю, прощаю я ему, я не крохобор. Пойдем в наших рассуждениях дальше. Для этого вернемся назад в мои лучшие годы, когда волос у меня на голове было еще больше, чем вставных в зубов. Как же выглядел я тогда? Я человек с большой буквы. Ну, не будем говорить с какой. А выглядел я тогда очень естественно. Потому что ходил-то во всем натуральном. Что на мне было? Чесуча, хлопчатка и кирза. И вот появляется у человечества очередной гений. Ну, скажем там, какой-нибудь Менделеев, который изобретает синтетику и говорит нам, возьмите, люди, пользуйтесь. И мы кричим ему, шайба это, спасибо, Дима, спасибо. И вот уже на мне сплошной лавсан и кримплен. И куда не надеть кримплена, там капрон. И вот я уже лен не сею, хлопок не жну, овец не стригу, разве что только целиком шкуру сдираю. Для дубленок. Ну, и, значит, получается, выходит, что льются на меня чудеса химии. А какие не на меня, те выливаются в речку. Чтобы рыбки тоже поняли. А какие они до конца не поймут, то я им помогу. Потому что к концу трудовой недели у меня это самое серое вещество уже несколько слежалось и размякло. Так что активный отдых ему во как нужен. Проблема, которая уже решена мною. И я беру рюкзак и надеваю его на спину моему другу Сидорову. А сам несу снасти для рыбалки. И мы приезжаем в заповедник, куда еще не ступала ни одна нога человека, а только моя из Сидорова. И мы сидим и любуемся на эту благодать. Потом мы берем наши снасти и говорим спасибо тому человеку, тому гению, который изобрел их эти снасти, и забрасываем снасти в воду. И этот динамит взрывается. И та рыбка, которая уплыла от химии, уже всплывает к нам. И тут мы открываем свой рюкзачок и вынимаем тот закусон и то, чем его запить. И мы сидим, разводим костерок, и у того костерка мы из-за острова на стрижень стенка разин выплывает. Нас на бабу променял. Ну, а через день-то, через день, через два, ну, в лес пионеры придут, придут, пионеры придут в лес. Ну, наш костерок-то с помощью вертолетов потушат, нет? Потушат. Ну, за нами эти баночки-скляночки-то подберут, подберут, в металлолом сдадут и из него потом тепловоз построят. И вот мы уже с Сидоровым на работе с просветленным светлым веществом сидим и ждем, когда же у человечества новый гений объявится, сварганит что-нибудь великое и скажет нам с Сидоровым, возьмите, ребятки, возьмите, воспользуйтесь, и мы возьмем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ